Теперь ближе к нашему опыту от высокой теории. Мы хотели представить наши объединенные данные. Мы попытались сделать сведение данных вместе с центром Блохина и нашим диспансером онкологическим, у которых тоже есть свой опыт работы с препаратом, и посмотреть, чем применение в условиях программы расширенного доступа, которая намного ближе стоит к реальной жизни, чем жесткие условия клинического исследования, как идет применение пилиумаба. Нам бы хотелось поделиться с вами нашим обобщенным опытом. Итак, здесь в этом докладе представлены данные трех центров. Конечно, наибольшее количество больных и наиболее долгую часть в исследовании принимал Лев Владимирович Демидов. Мы подключились вторыми. Георгий Моисеевич с командой подключился несколько позже. Кого мы включали в это исследование? В это исследование включались пациенты, которым проведена была как минимум одна линия лекарственного лечения. То есть они должны были получить стандартную терапию системную. Чаще всего это было либо химиотерапия, либо иммунотерапия с помощью интерферонов. Мы брали пациентов с бессимптомными метастазами в головной мозг или с метастазами в головной мозг, которые были пролечены с помощью лучевой терапии. Вы знаете, что у нас под боком центр гамма-нож, поэтому мы в этом плане очень сильно отличались, конечно, от Москвы. Нам необходимо было удовлетворительно общее состояние и стандартная критерия – удовлетворительная функция внутренних органов. Из основных критериев исключения следует отметить аутоиммунные заболевания и иммунодефициты, такие как активная ВИЧ-инфекция, но, естественно, жизнеугрожающие состояния, которые являются общим противопоказанием для системного лечения. Режим лечения заключался в скрининге пациентов, который занимал разную продолжительность времени. Потом, при соответствии к критериям включения и исключения, и плюма обводился всем пациентам в одной и той же дозе, 3 мг на килограмм в течение 90 минут, инфузия небольшая по объему. Всего проводилось 4 введения с интервалом 21 день. Следует отметить, что в течение этого времени оценки эффекта не проводилась. Первая оценка эффекта была после 12 недель лечения, что для химиотерапевтов несколько нестандартно. Была возможность реиндукции. То есть, если пациент достигал после 4 введения стабилизации процесса, как минимум, или частичного регресса, и потом прогрессировал, можно было повторить такой же режим лечения и попытаться опять получить ответ на лечение. Редукции доз в этом случае в плане не представлялось. При наличии нежелательных явлений дозу просто откладывались на определенный срок. Итак, мы в этот анализ включили 150 больных из Ронз-Блохина, 72 больных пролеченных наших и 20 пациентов, которые пролечились в городском онкологическом диспансере. Реиндукция была, как вы видите, где-то в порядке 7% в первых двух центрах. И в анализ эффективности и токсичности мы включили несколько больше пациентов, потому что остальные просто проходили лечение на момент среза базы данных. Что касается демографических характеристик, то здесь у нас было все очень близко. Средний возраст больных порядка 51 года. Общее состояние преимущественно ЭКОГ 0, меньше 1. Очень редко были пациенты с ЭКОГом 2. В локализации опухоли, безусловно, основная масса – это опухоли кожи. Однако у нас были части опухоли хореориды, были опухоли слизистой оболочки и опухоли из невыемного первичного очага. Но по нынешним рекомендациям их обычно относят к меланомам кожи, потому что генетически они более всего походят на вот эту локализацию. Относительно линии терапии. Безусловно, основная масса пациентов получала лечение в качестве второй линии терапии, то есть после одного стандартного лечения. Однако были некоторые пациенты, особенно у нас в центре, которые получали в третьей, четвертой, пятой, шестой линии терапии, причем не без эффекта. Мы знаем, что ЛДГ – это важный прогностический маркер при меланоме кожи. При высоком ЛДГ прогноз значительно хуже. Мы оценили количество пациентов, у которых были ЛДГ выше верхней границы норм. Как вы видите, 56% были из неблагоприятной прогностической группы, то есть это как минимум М1С стадия. Что касается осложнений, то частота осложнений была сопоставима по всем центрам. Где-то порядка 10-15% осложнений составляли сыпь. Диарея где-то 3% у нас. Несколько чаще была диарея первой-второй степени, возможно, из-за особенности введения этих пациентов. Несколько процентов осложнений 3-4 степени совпадал полностью. Эндокринопатии тоже порядка 2%. И лекарственные гепатиты, которые были и у нас, и в Ронце-Блохина. Всего было в объединенной когорте 3 нежелательных явления 5-й степени, то есть закончившие смертью пациентов. Это 1 колит и 2 пациента с нефротическим синдромом и очень острой почвенной недостаточностью. Один из них был у нас, один в Ронце имени Блохина. Но это все было... Но следует отметить, что вот нефротические синдромы такие мы наблюдали, и в Ронце наблюдали достаточно рано. То есть мы наблюдали после первого введения, а не после второго введения препарата. Ну вот уже наши слайды пациентов с гипофизитом. Видите, здесь просто такая нечеткость контур в гипофизе на МРТ. Но у пациента у этого достаточно была выражена клиническая картина заболевания. В принципе, это как раз пациент, который получал в шестой линии терапии пилимумаб. До этого он получал все варианты химиотерапии, метрономной терапии, иммунотерапии интерфероном альфа, терапии вимборфенибом в течение двух лет. Прогрессировал по этому. Мы его включили в исследование пилимумабом. Он получил 2 индукцию и реиндукцию. На индукции был достигнут частичный регресс. Особых осложнений не было, однако уже через 6 месяцев после индукции у него возникло прогрессирование процесса. Потихонечку нарастала слабость. Уровни ТТГ и гормонов тогда не менялись. Мы провели 4 полных цикла и 4 введения препарата. Опять достигли частичного регресса. Однако постепенно рос уровень ТТГ. Сначала снижаться адренокортикотротенгормон. Значительно росла слабость. Уже, получается, через месяц-два после окончания реиндукции. И пациент потом, получается, через 5 месяцев после окончания введения терапии был в экстренном порядке госпитализирован по месту жительства с острой вторичной надпочековой недостаточностью, которая потребовала стандартного лечения глюкокортикоидами. Пациент был из этого состояния полностью выведен. И эффект у него сохранялся, получается, после этого в течение еще 6 месяцев. Сейчас у него также отмечено было некоторое прогрессирование заболеваний. Но вот мы надеемся полечить его еще с помощью вакцинотерапии нашей. Прогрессирование клинически незначимо. Это просто появление одного нового очага размером 1 см. Что, в принципе, в контексте его линии терапии никак не влияет на его общее состояние. Что касается количества введений препарата, то, безусловно, основная масса прошла успешно без проблем 4 введения. Достаточная масса, еще дополнительно 13% получили 3 введения, что, в принципе, считается достаточным для активации иммунного ответа. И небольшая доля пациентов получили 1 или 2 введения. И, имея опыт, в принципе, можно сказать, что части этим пациентам мы на сегодняшний день просто не назначили бы терапию, поскольку ожидаемая эффективность была весьма низкой. Какова эффективность лечения? В целом у нас в объединенных данных 2,5% полных ответов, еще 13% частичных ответов и 21% стабилизации. У 63% при оценке эффекта было прогрессирование заболевания. Что следует отметить? При пиомабе мы можем ожидать отсроченных ответов на лечение. В принципе, у нас такой опыт есть только в 2 или в 3 случаях, когда формально эффект лечения был прогрессирование заболевания, однако мы пытались подтвердить прогрессирование заболевания, оно не подтверждалось. Некоторые пациенты, в общем, жили с прогрессированием парицис, но без прогрессирования реального, в течение 6-8 есть даже наблюдение в 12 месяцев. Вот пример клинического ответа на терапию пиомаб. К сожалению, тут был полный ответ в мягких тканях, к сожалению, он был недлительный. У пациентки было прогрессирование опять-таки в мягких тканях, мы провели реиндукцию, опять достигли частичного ответа, этого хватило еще на 8 месяцев. И потом опять было небольшое прогрессирование в мягких тканях, и сейчас она получает следующую линию иммунотерапии. Если сравнивать по центрам, здесь мы видим частота ответов разных центров, в принципе, примерно одинаковая картина везде. Небольшое количество полных ответов, большее количество частичных ответов, ну и уже основная масса – это прогрессирование процесса. Выживаемость без прогрессирования в нашем исследовании составила, медиана составила 2,96 месяца. Общая выживаемость в медиане составила 18,9 месяцев, при этом медианное наблюдение у нас уже приближается к 2 годам. Следует отметить, что одногодичная выживаемость у нас составила 62%, что при диссеминированной меланомии во второй линии лечения ранее было, в принципе, недостижимым показателем. В принципе, это очень хорошие показатели, даже несколько лучше, чем в данных регистрационных исследованиях. Здесь представлены ответы на лечение. Мы видим, что у нас достаточно большая группа пациентов, у которых ответ на лечение длится достаточно долго, здесь месяцы указаны. И основная масса ответов тут уже длительная. Средняя длительность ответа составила 21,5 месяца. То есть, если эффект терапии достигается, как мы видели и при другой, и ранее применяемой иммунотерапии, в принципе, иммунотерапия характеризуется длительными ответами на лечение. Если иммуносистема может контролировать опухоль, она ее контролирует. Ну, безусловно, перспективным является учет маркеров эффективности терапии и учет эффекта в отдельных подгруппах лечения. Ну, известная подгруппа – высокий уровень ЛДГ. Я говорил, что у нас было достаточно мало пациентов с низким уровнем, достаточно много пациентов с высоким уровнем ЛДГ, особенно в нашем центре. Вы видите, что, конечно, пациенты с высоким уровнем ЛДГ живут хуже. Но, тем не менее, и у них бывают эффекты, и у них мы вышли здесь на какую-то плату. В зависимости от наилучшего ответа на лечение, понятно, что если ответ клинический есть, то пациенты с полным регрессом, частичным регрессом или стабилизацией живут гораздо лучше, чем пациенты с прогрессированием заболевания. Шкала ЭКОК. Тоже, в общем, очевидно, что для иммунотерапии, которая характеризуется очень медленным ответом на лечение, медленным развитием события. А надо отметить, что эпилеумаб – это препарат, который работает в лимфатическом узле, ему требуется время 2-3 недели просто для запуска иммунного ответа. Безусловно, нам надо общее хорошее состояние, нам надо иметь время, чтобы заболевание позволяло нам делать эту терапию. Но если говорить об объединенных данных, то основными прогностическими факторами у нас были уровень ЛДГ. Вы видите, что при высоком уровне риск смерти растет более чем в 10 раз. И стадия М1С против остальных тоже при М1С риск прогрессирования значительно выше. Хотя в нашем центре, как вы видите, стадия особого эффекта не сыграла. Наличие нежелательных явлений. Давно изучаются вопросы, особенно что касается адаптивной гуморальной терапии, моноклональных этих тел, что нежелательные явления связаны с эффективностью терапии. Вот здесь мы такого эффекта не видели. Вы видите зеленую кривую – это пациенты, у которых были ему на последовании нежелательные явления, синие, у которых не было. В принципе, у них выживаемость не отличается никак. Ну и этапность иммунотерапии. Здесь более подробный слайд. Это наши результаты. Пациенты, которые получали эпилеумаб в первой линии терапии, синяя кривая во второй линии терапии, зеленая кривая в третьей, четвертой и пятой линии терапии. Если их объединить, получается, что пациенты, у которых уже имели в анамнезе какую-либо иммунотерапию, они обладают иммунной системой, у них уже активированной, праймированной. Эпилеумаб позволяет активировать этот существующий иммунный ответ и оказывается более эффективен. Хотя мы привыкли думать, что чем больше линии терапии проведено, тем меньше вероятность ответа на лечение. Безусловно, это требует подтверждения в других исследованиях. Но я уже показывал это исследование, которое было совсем недавно доложено, где эпилеумаб во второй линии более эффективен. Здесь это исследование КИНОД-6, это пембролизумаб по сравнению с эпилеумабом. Мы видим, что в первой линии терапии, безусловно, пембролизумаб работает гораздо лучше, чем во второй линии терапии, где, в общем-то, верительные интервалы пересекают единицу. Таким образом, косвенно эти исследования также подтверждают наши выводы. Спасибо за внимание.